И кто-то читал молитвы, и кто-то сжался как мог. Я лично затянул ремень по той же и приготовился к худшему. Начинался этот рейс, как обычно. При взлёте двигатели работали ровно, ничего не предвещало беды. Но уже через 10 минут ситуация изменилась. В салоне сначала наступила звенящая тишина, затем начали раздаваться удары. Мы летели над самой землёй, и крылья у самолёта сшибали деревья. Потом мы, наверное, как-то так стукнулись, потом вперёд и перевернулись. Когда самолёт с отказавшими двигателями сел посреди тайги, началась эвакуация. Вот первые фото после жёсткой посадки. Их тоже сделали пассажиры рейса, когда стало ясно, что обошлось без жертв. А это видео сегодня на месте снимали уже представители Следственного комитета. В течение всего дня они посекундно восстанавливали хронику катастрофы. Как самолёт маневрировал, куда приземлился, специалисты уже взяли пробы топлива. По одной из версий, силовые установки УАН-28 отказали из-за некачественного авиакеросина. В ходе полёта у самолёта отказали оба двигателя. В результате чего воздушное судно произвело жёсткую посадку в 70 километров от города Кедровой, Томской области. Экипаж воздушного судна принял незамедлительные меры к эвакуации пассажиров из салона самолёта. После этого они запустили аварийный маят. Уже вскоре на место прибыли несколько вертолётов со спасателями. Часть пассажиров отвезли в соседнюю деревню, а тех, кому могла потребоваться срочная помощь, доставили в больницу. Из-за ограничительных мер вход в главное медицинское учреждение региона, Томскую областную клиническую больницу, сегодня закрыт. Именно здесь находятся пострадавшие после жёсткой посадки самолёта Ан-28 в Бахчарском районе. Это пассажирка самолёта. У него диагностировано сотрясение головного мозга. И пилот. У него сломана лодыжка. Уже в ближайшее время их планируют допросить следователи. Ещё 10 человек осмотрели врачи. После всех процедур их отправили по домам. 10 пациентов были осмотрены мультидисциплинарными бригадами. У всех диагностированы лёгкие повреждения в виде лёгких чередно-мозговых травм, растяжений, ушибов и отправлено на амбулаторное лечение. На заседание оперштаба, которое прошло сегодня в Томском аэропорту, одним из вопросов стал профессионализм членов экипажа. Благодаря их слаженным действиям удалось избежать человеческих жертв. Учителя командира Анатолия Прыткова заявляют, его профессионализме не сомневались никогда. Он принял все меры для того, чтобы в первую очередь сохранить человеческие жизни. Запомнился как очень хороший курсант, очень способный. Я сразу видел, что человек поцелован Богом. Он всегда в полёте действовал разумно. Он всегда был спокоен, он всегда знал, что ему делать. Сегодня авиакомпания «Сила», которой принадлежит самолёт, официально заявила, борт был полностью исправен и прошёл проверку перед вылетом. Никаких отложенных дефектов, замечаний не было. Самолёт 90-го года выпуска, то есть 31 год ему. Всё работало, всё исправно было. Также авиаперевозчик пообещал, каждый пассажир, летевший этим рейсом, получит компенсацию в 100 тысяч рублей. А спасённые пассажиры уверены, пилотов нужно наградить. Артём, привет!